Добрый день, коллеги! Это видео будет в первую очередь интересно тем, кто не может развести КМКЗ по тем или иным причинам, а хочет перепечь все рецепты с этого канала на традиционной закваске. Это видео сопровождает мою статью в блоге о замене КМКЗ на традиционную закваску, а ссылочка приведена под видео. Вот, дорогие коллеги, передо мной традиционная закваска влажностью 100%. Как многие из вас пишут, она у меня сильная, очень хорошая. Можно ли ей заменить КМКЗ и испечь хлеб по вашему рецепту? Ну, дорогие друзья, совершенно не важно, сильная она у вас или не сильная. Сильную мы сейчас из нее сделаем, а вернее сделаем именно такую, как надо, чтобы произвести замену. В этом видео я не буду рассказывать о всех тонкостях замены, я просто испеку хлеб, а о тонкостях замены читайте в моей статье в блоге. Печь я буду из 800 грамм муки, украинский хлеб формовой в форме L6, и печь я его буду на манхаймовской солевой закваске. Соотношение ржаной и обойной пшеничной муки 80 к 20. 14,5 грамм 100% ржаного стартера традиционного, 1,5 грамма соли и 73 миллилитра воды температурой 53 градуса Цельсия, если ваша закваска взята из холодильника. Быстро перемешиваем, чтобы температура сильно не падала. Приготовим мы манхаймовскую солевую закваску, в которой 80 грамм муки, 80 миллилитров воды и полтора грамма соли. Добавляем ржаную, обойную или цельнозерновую муку 73 грамма и замешиваем закваску влажностью 100%. То есть всё, как вы обычно делаете, когда ведёте свою кустарную закваску влажностью 100% в домашних условиях, освежение 1 к 10. Единственная разница здесь это добавление соли и вода должна быть очень тёплой для того, чтобы выйти на начальную температуру в 33-35 градусов Цельсия. В манхаймовской солевой закваске у нас будет сброшено 80 грамм муки, что соответствует 10% от веса муки на выпечку и что соответствует совершенно тому же количеству муки на выпечку, которое было бы пущено на КМКЗ, если бы мы выпекали на ней. Если у вас не получилось задать начальную температуру, минимум в 33 градуса Цельсия, то погрейте закваску на водяной бане. Закваска будет у нас бродить в течение 24 часов. Из них первые 8 часов она должна бродить при температуре 30 градусов Цельсия, а оставшиеся 16 часов выключаем прибор и оставляем на 16 часов при комнатной температуре в 23 градуса Цельсия. О прочих способах поддержания температуры читаем у меня в блоге. Благодаря добавлению соли и очень длинному брожению Манхаймовская солевая закваска набирает за 24 часа максимально возможную кислотность из всех известных традиционных заквасок. После освежения она может храниться при комнатной температуре еще в течение 24 часов, что соответствует срокам хранения КМКЗ после освежения. Итак, сейчас мы будем на ней ставить опару. Для опары нам потребуется 160 грамм Манхаймовской солевой закваски. Это я говорю в том случае, если вы будете готовить больше, чем я указал в рецепте. Я вот, например, приготовил чуть больше, потому что я собираюсь проверить кислотность Манхаймовской закваски после освежения. Навеска в 5 грамм и 50 миллилитров дистиллированной воды. Именно таким образом проверяется кислотность закваски влажностью в 100%. Перемешиваем и оставляем на некоторое время, чтобы она растворилась. Желательно оставить примерно на полчаса, периодически ее перемешивать. Закваска плохо растворяется. Обычно для измерения кислотности добавляют небольшое количество ацетона для улучшения растворения. Я этого не делал, поэтому и нужно будет подождать. Ну, а мы тем временем вернемся к нашей опаре. 160 грамм Манхаймовской солевой закваски, 416 миллилитров воды, теплой, температурой примерно 35 градусов Цельсия, дрожжи хлебопекарные, 4 грамма. Хорошо перемешиваем. Поскольку традиционная закваска тоже содержит дрожжи, то количество дрожжей в опару уменьшаем на 20% против количества дрожжей, которое дается по рецепту на КМКЗ. Добавляем 400 грамм муки ржаной обдирной и замешиваем опару. Влажность Манхаймовской солевой закваски 100%, влажность КМКЗ 190%, поэтому недостающую воду в Манхаймовской закваске нужно будет тоже добавить к опаре. Время брожения опары нужно увеличить на 20-30 минут против 3 часов, рекомендованных при приготовлении хлеба на КМКЗ, а температура остается той же, 29 градусов Цельсия. Опару при необходимости подогреваем, а вместе с ней подогреваем 160 грамм обдирной муки и 160 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Ну что ж, а мы тем временем вернемся к проверке кислотности Манхаймовской солевой закваски после освежения. Ну вот, у меня получилось ПХ, равное 4. От 10,5 до 14,5 грамм соли, разведенных в 40 миллилитрах горячей воды, добавляется к опаре. И с этого момента рецепт уже ничем не отличается от выпечки на КМКЗ. Поскольку, как вы видите, здесь много у нас очень математики, там добавили, здесь отняли. Нужно учесть соль, которая в закваске, и отнять ее из соли в тесте. Поэтому для упрощения вашей жизни я написал калькулятор пересчетов рецептов на КМКЗ на обычную традиционную закваску. В калькуляторе зададите пару значений из оригинального рецепта, и он вам скажет все, как нужно заменить и как приготовить Манхаймовскую закваску для того, чтобы испечь по измененному рецепту. Калькулятор вы найдете у меня в блоге в ссылочке под видео. Ну а тем временем добавляем муку и замешиваем тесто. Влажность теста у меня составляет 67%. Если у вас тесто получается плотным, то не стесняемся, добавляем воды. Не нужно думать, что у вас такая же мука, как и у меня. Ее влагоемкость может быть другая, и воды вам может не хватать. Единственный момент, когда можно изменять рецептуру, это добавление воды в тесто. Пока, дорогие коллеги, я делал это видео, писал статью в блоге, то меня постоянно мучил один и тот же вопрос, а что останавливает вас от того, чтобы приготовить КМКЗ? Я просто не находил никаких объяснений для этого, поэтому буду вам признателен, если вы просто будете в комментариях писать, почему вы до сих пор печете на традиционной закваске, ведь выпечка на КМКЗ в домашних условиях, на мой взгляд, во много раз удобнее и лучше. Растойка теста 75 минут при температуре 30 градусов Цельсия. Манхаймовская солевая закваска будет у нас универсальным заменителем КМКЗ, то есть на ней можно испечь любой хлеб от ржаного до пшеничного. Единственное, надо манхаймовскую солевую закваску при такой замене всегда готовить на ржаной, цельнозерновой или обойной муке. Для ржаного хлеба при опарном способе приготовления 10% от муки на выпечку пускается на закваску, для ржано-пшеничного 5% при опарном способе, а для пшеничного хлеба просто 5% при прямом без опарном способе тестоведения. Украинский хлеб с соотношением муки 80 к 20 при использовании пшеничной цельнозерновой муки может считаться эквивалентным ржаному хлебу, поскольку пшеничная цельнозерновая мука нуждается, как и ржаная мука, в подкислении. Естественно, вы можете приготовить больше манхаймовской закваски, чем нужно на хлеб. Сегодня испечь, например, ржаной, а манхаймовскую закваску оставить до следующего дня и на завтра испечь, например, пшеничный хлеб. Ну а если вы ее поместите в погреб или в подвал при температуре 17-18 градусов, то она может простоять так и пару дней. Можно ли заменить рецепты на КМКЗ, еще на какие-то другие способы ведения закваски? Заменить, коллеги, можно что угодно на что угодно, но сейчас вашему вниманию я предлагаю универсальный способ замены, а все остальные способы будут требовать детальной проработки под каждый конкретный сорт хлеба. Поэтому такая замена будет сложна. Ну а можно ли заменить рецепты на КМКЗ рецептами бездрожжевыми? Такой вопрос на этом канале вообще считается неэтичным. Вы меня знаете, поэтому лучше его не задавайте. Проблемы любителей бездрожжевого хлеба, которые они сами себе создают, интересуют меня меньше всего в этой жизни. Да и вообще уже, по-моему, тема бездрожжевого хлеба в последнее время перестает быть трендом и уже мало кому интересно. Окончательная расстойка 45 минут при температуре более 30 градусов Цельсия. Кто будет растаивать в 3-комнатной до полного подъема. Хлеб увеличивается где-то в 2 раза, по крайней мере на моей муке. Обязательно его увлажняем. Духовка к этому моменту прогрета до 250-260 градусов Цельсия. При этой температуре выпекаем первые 10 минут, а затем допекаем еще 50 минут при температуре 200 градусов Цельсия. За 3 минуты до окончания выпечки увлажняем хлеб водой. Хлеб перекладываем на решетку и даем ему остыть. Аромат и вкус хлеба соответствуют данному сорту. аромат слегка отличается от хлеба, приготовленного на КМКЗ, но это и неплохо, и нехорошо. Он просто другой, но в то же время совершенно типичный для ржановой и ржано-пшеничных хлебов. Методика работает. Вопрос о замене КМКЗ традиционной закваской закрывается мной раз и навсегда. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok